Привет, друзья! Я Джордж Кукурузкин. Сегодня я расскажу, как правильно подключать светодиоды. Для правильного подключения светодиода необходимо знать его следующие параметры. Напряжение питания, оно обозначается в вольтах. Максимальный прямой ток обозначается в миллиамперах. Остальные признаки, цвет свечения, длина волны и мощность светового потока – второстепенные признаки, которые на подключение не влияют. По этим признакам вы определяете, для каких целей и где применить светодиод. Скажу сразу, подключать светодиод напрямую к источнику тока нельзя. В большинстве случаев это приводит к перегоранию светодиода. Для правильного подключения светодиода необходимо ограничить ток, подаваемый на светодиод. Ограничить ток можно при помощи резистора. Это самый простой и доступный способ подключения светодиода. Итак, перейдем к методике расчета. На рисунке представлена классическая схема подключения светодиода. Нам необходимо определить номинал резистора. Рассчитывается он по формуле, представленной на рисунке. Где R – номинал резистора в омах. V – напряжение нашего источника питания в вольты. VL – напряжение светодиода в вольтах. Далее необходимо определить мощность нашего резистора. Мощность рассчитывается по следующей формуле. Где P – мощность, рассеиваемая через резистор в ваттах. И ток светодиода в амперах. R – сопротивление токоограничивающего резистора в омах. Подбирать резистор по мощности необходимо с запасом. Подставляя значения в наши формулы, мы получаем исходные наши номиналы резистора. Номинал резистора можно не искать именно такой, а взять близкий с чуть большим значением. Итак, имея всего две эти формулы, мы с легкостью можем определить, какой резистор нам необходимо поставить. Хочу остановиться на ошибках подключения. Первое. Не соединяйте разные светодиоды параллельно, используя один резистор. Это приведет к неравномерному свечению светодиодов. Соединение одинаковых светодиодов допускается, но при условии уменьшения тока, протекающего через светодиоды. Последовательное соединение допускается. Второе. Выбирайте номинал резистора и его мощность с запасом. Я рекомендую делать запас в 30%. А теперь для самых любопытных. Диапазон напряжения одного кристалла светодиода от 2 до 4 вольт. Но вы скажете, что есть светодиоды и на 12 вольт. Да, друзья, есть. Это поликристаллические сборки. То есть несколько кристаллов светодиодов собраны в общую схему. Итак, друзья, мой рассказ закончен. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать много интересного и полезного. С вами был всегда ваш Джордж Кукурушкин. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok